МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Град Тобольск. Центр сибирского православия. Именно сюда, в 1702 году, наместник Брянского монастыря, Филофей Лещинский, направлен Петровским указом на огромную по территории Тобольскую и Сибирскую кафедру. Отсюда начинался нелегкий путь проповеди Евангелия северным коренным народам. Путь Филофея. Еще будучи монахом в Киево-Печерской лавре, Филофей обращал на себя внимание особым молитвенным настроем, благочестием и благоразумием в сочетании с необыкновенной ученостью. Столь редкое соединение блестящих духовных и светских качеств и привлекло к нему внимание великого российского монарха Петра I, пожелавшего для сибирской кафедры пастыря доброго, благого и непорочного жития и ученого. Через два года после назначения на кафедру, в 1704 году митрополит Филофей снаряжает миссию в Монголию, всего из двух монахов и в итоге неудачную. Но уже через год с подвижник святителя архимандрит Мартиниан трясет на Камчатке Камчедалов, а Филофей заводит тесные отношения со стятским князем Шишукой и Абдорским Тучебалдой. В 1707 году первые миссионеры отправляются к Березовским и Сургутским остякам. Простота, любовь к людям и необычайное смирение притягивали к архипастырю сердца диких, но столь же простых остяков, вагулов и других представителей языческих племен и народов Сибири. Успеху проповеди немало содействовали и чудеса, которые совершались по молитвам святителя, исцеления, например, двоих остяцких детей сразу после крещения. Несомненно, помощь Божья сопутствовала Филофею в его миссионерских трудах. Вот мне вспоминается, даже всегда вспоминает такой случай, когда мне однажды приходилось бывать в тюрьме в одной, и я крестил одного ханта. Но я задал вопрос, а зачем ты крестишься? Он говорит, ну, мне очень мало времени стало жить, вот, но я хочу умереть православным, и мои деды, прапрапрадеды были крещены православным священником, и я хочу быть православным. Вот это отголосство той далекой проповеди, которую совершил митрополит Филофей, вот, находясь здесь на Тобольской кафедре. Зачастую языческое мышление коренного населения не осознавало кардинального обновления сознания в крещении. Одним богом становилось больше, значит и помощи в охоте, рыбалке и других делах прибавится. Для язычника, который верит в то, что богов существует бесчисленное множество, признать еще одного бога, которым поклоняются русские, не является какой-то мировоззренческой проблемой. Поэтому не было такого явного жесткого сопротивления со стороны коренного населения, то есть это связано не только с тем, что они боялись какого-то насилия по отношению к себе, а потому что они не видели здесь никакого противоречия. И все же, к сожалению, сопротивление избежать не удалось. Одним из камней, навалившим на светлые миссионерские порывы Филофея чиновничную жесткую сень, был указ, привезенный в 1711 году назначенным губернатором Сибири в Тюмень Матвеем Гагарином. «Выбрав по своему рассмотрению из монахов или священников человека доброго, великим уехать вниз в Великой реке Обида Березовая, и далее, где найдут по юртам остяцким, их прелестные мнимые боги-шайтаны, дальше слушайте, тех огнем палить и рубить». К 1712 году митроболит Филофей смог приступить к исполнению царского указа с предписанием отправиться лично на проповедь в землю Остяков и Вагул. Он совершил несколько дальних поездок, построил несколько церквей, проник даже в дикую страну на реке Канге. Первые храмы, основанные Филофеем, на территории нынешнего Кандинского района, в селах Болчары, Шаркалы, Павловат. Крестилось и Березово, по мнению историков, своеобычно. «В первой экспедиции 10-12 человек. Все. Зато в 714 год счет пошел на сотни. Почему? А потому что в Березове воевода собрал всех. Как собрал? Ну, престил, что едет архиепископ. Вот все и побежали, да, язычники? Архиепископ едет. Нет, не поэтому не побежали, а потому что березами сидели амманаты. Система амманатов была отменена только в 60-х годах XVIII века. Что такое амманаты? Это заложники. Это члены семьи княжеские. Попробуй не весят. Так состоялось массовое крещение березами. Так же состоялось в Абдорске. Котский Троицкий монастырь, что возрожден сегодня на территории Октябрьского района Григорской епархии, тоже не был обойден вниманием сибирского архиерея. С 1707 года именно по инициативе Филофея Лещинского обитель становится миссионерским центром. После посещения Филофеем возникли и храмы на территории нынешнего Нижневартовского района, Ваховский Багриленский храм Влокосова и Знаменская церковь в поселке Ларьяк. Свидетель Филофея несколько раз был с миссионерскими поездками в 10-х годах XVIII века на территории нашего края. И как пишет известный историк церкви Своловский, что будучи Ларяки, он поставил большой деревянный крест на высоком берегу. И этот памятный знак сохранялся на протяжении многих последующих десятилетий. И еще в середине XIX века его можно было видеть. Старцем 62-х лет от роду Филофей выходит на проповедь на просторы Сибири, не зная, чем закончится его начинание. Но когда он совершит свое последнее миссионерское путешествие в Абдорск, уже будет знать, что труды были не напрасны, и с помощью Божьей он совершил дело своей жизни. Несмотря на непростые отношения с властями, которые зачастую обогащались золотом язычников, не желая менять свои силовые методы. В период с 1712 по 1727 год святитель с сотрудниками просветил и крестил до 40 тысяч сибирских инородцев. За время своего архипастерства митрополит Филофей увеличил количество церквей в своей епархии со 160 до 448, основал 37 монастырей и без счета малых приходов, заложив тем самым основу для распространения христианства среди язычников. Он шел и проповедовал Евангелие, Евангелие правды, и силой слова, силой молитвы, а даже личным примером. Он просто заставлял принимать таинственное крещение. Уже после, когда он посещал вот эти церкви, которые были построены, посещал эти юрты, которые он крестил, он с удовлетворением отмечал, что храмы растут, верующие наполняют храмы, и уже те селькупы, ханты, манси, которые исповедовали язычество, они уже являются православными. В фонде Тобольской духовной консистории Тобольского государственного архива находится уникальная грамота святителя Филофея Лещинского, подписанная им лично в 1702 году. Это самый древний фонд архива, в нем хранятся наиболее старые документы. В состав одного из дел, посвященных рукоположению священников, и вошла эта грамота, повествующая о том, как святитель Филофей чин посвящения вояреи совершил над рабом Божиим Никитиным. К особенностям внешнего облика этой грамоты относится первая заглавная буква, которая называется «Орнамент». Очень красиво, красного цвета она. Ну, исходя, видимо, из особенностей изготовления краски, со временем цвет этой буквы не выцветает. Она все такая же яркая. Желая во всем искать воли Божьи, святитель Филофей в Сибири за непродолжительное время сумел поднять на должный уровень духовное образование и церковное строительство. В Тобольске святитель Филофей не только выстроил новый архиверийский дом, увеличив его доходы и приведя в лучшее состояние его вводчины, но и умножил количество духовенства как в церквях, так и в монастырях. Учредил несколько духовных школ, в которых обучались дети и народцев, и сам немало трудился в обучении детей. Он основал сибирский театр и древнейшую в Сибири Тобольскую семинарию и являл собой редкий предмет святости, когда вместе с архиверийским чином сочетал схимический постриг. Так вот, он создал первое духовное учебное заведение в 1703 году. И слава Богу, что мы бережно храним эту память и Тюменское духовное училище, где хранятся мощи святителя Филофея, носит в честь и его имени, то есть филофейская школа. Два раза удалялся святитель Филофей, в им же построенный Тюменский Троицкий монастырь. Сначала после тяжелой болезни в 1711 году, приняв схиму с именем Феодор, затем уже в 1721, большой бедности, продолжая заведовать делом христианской миссии в Сибири. Здоровье митрополита было подорвано и беспорядками в Сибирской митрополии, и борьбой со светскими властями. Он был человеком очень скромным, он принял схим, он был, у него странное было такое состояние, он был схим-митрополит, то есть схимник, одновременно митрополит. То есть он управлял епархией, а при этом, в общем, как схимник, многие вещи просто не мог себе позволить. И поэтому очень скоро и дело его, и вообще его подвиги были забыты, потому что уже при его жизни, когда он последние годы находился в Святроицком монастыре, последующий архиерей закрыл и театр, который открыл Филофей Ильичинский, были закрыты и духовные школы в Тобольске. На рубеже веков 16 и 17 появился на сибирской земле святитель Филофей Ильичинский. На рубеже тысячелетий были обретены его святые мощи. В 2000 году склеп у входа в Троицкий собор нашли почти пустым. Здесь лишь несколько деревянных фрагментов сгнившего гроба. Тайну мощей Филофея наместнику Троицкого монастыря Архимандриту Тихону передала внучка священника, принимавшего последнюю исповедь перезахоронителя останков святителя. Когда было совершено первое архиерейское богослужение в Троицком соборе, которое он построил, которое украшает до настоящее время богослужение в город Тюмень, то после богослужения ко мне подошла одна старушка и говорит, что хочет рассказать тайну. Какая тайна? Оказывается, она являлась дочью протерея Александра Сычугова в то время, в 1946 году, это был известный человек, и, оказывается, он оставил тайну, то есть завещание после своей смерти. И вот она передала мне бумажку, и, оказывается, он принимал исповедь у человека, который, последнюю исповедь, который прятал эти мощи. Святые мощи великого просветителя Сибири были найдены у левой колонны Георгиевско-Вознесенского храма города Тюмени 25 июля 2006 года. А 21 октября останки митрополита Филофея были перенесены из Вознесенско-Георгиевского храма на другой берег реки Туры, Свято-Троицкий монастырь, место монашеского подвига и усыпальницу святого. Честные останки сибирского апостола находятся у нас в Богосподзайном городе Тюмени, в Свято-Троицком монастыре, который он построил в каменном исполнении и завещал, чтобы его останки были погребены у входа в Троицкий собор, дабы всякий входящий попирал мой прах. Ну а сейчас он проставлен, потом находится у Амвона, дабы всякий верующий мог приобретать. Первый в Югре памятник сибирским святителям Филофею Лещинскому и Иоанну Тобольскому появился у главного храма Югры Воскресенского кафедрального собора в 2006 году. А в августе 2014 года в национальном селе Полноват Белоярского района Югры, потомки крещенных 300 лет назад Остяков, открыли еще один памятник сибирскому апостолу. Церковь Успения в Полновате была заложена святителям Филофеем еще в 1714 году и прошла непростой молитвенный путь. Многие здесь помнят, как чтили жителей Полноватой сельский храм, превращенный в советское время в клуб, и как мечтали о его возрождении. Церковь, она наша родная, здесь крестились наши родители, здесь обвенчались, здесь их отпевали, здесь крестились и бабушки, и дедушки. Поэтому воспринимаем мы церковь как родную. Успенский храм Пресвятой Богородицы, воздвигнутый в Полноватских юртах митрополитом Филофеем, стал символом присутствия веры Христовой на сибирской земле. А память его строителя воздвигнут и в престольный день освящен сибирскими архиереями, видимый образ святителя, памятник Филофею, отлитый по специальному заказу в Нижнем Тагиле и установлен перед храмом летом 2014 года. Мы сегодня действительно восстанавливаем свою истинную историю, неложную, и, конечно же, этим самым восстанавливаем в душах и сердцах жителей и всех православных, что действительно, кто наши основатели, кто наши просветители, какая была Русь 300 лет назад и что было в то время. И каждый задумывается об этом событии, что 300 лет, а как это происходило. Вот и смотрят на историю, что святитель Филофей покрестил более 40 тысяч, скажем, жителей Западной Сибири. Сегодня миссионерским путем святителей Филофея идут сибирские архиереи и совсем еще юные священнослужители, просвещая местное колено население по примеру сибирского апостола с хи архимандрита Федора, селяя веру Христову в людские сердца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин